Вот у меня помощник, сейчас идет собака. Вот это вот команда рядом называется. Видите? Вот это команда рядом. Вот это команда. Здесь секрет достаточно простой, всего этого упражнения. То есть буквально вот сейчас мы с Ромой зашли. Вы видели, как с помощником шла собака. Ну, во-первых, я стал лидером уже, то есть вожаком стал у собаки. И смотрите, когда вот бежит стая, да, мы же с вами все именно по зоопсихологии уподобляемся именно собачьей стае, там вожака выстраивают. Когда бежит собачья стая, впереди всегда бежит вожак. То есть впереди вожака никто не бежит. Если вы стали лидером, реальным лидером для своей собаки, она не будет вас обгонять, то есть тянуть и так далее. Я уже для Лансера как бы стал лидером, потому что в каждом моем действии я ему подчеркиваю, что все решения принадлежат мне. Начиная от игрушек, заканчивая едой, там, ну, всеми способами, которые вы видели в предыдущих во всех моих роликах. Ну, и плюс к этому ко всему я использовал самую простую дрессировочную амуницию, а именно ринговка. Вот это вот не что иное, как белевая веревка. Самая обыкновенная белевая веревка. На конце этой белевой веревки привязано колечко, чтобы скользило просто. И когда собачка делает порывы какие-то к тому, чтобы побежать вперед или вбок, ну, немножко подушивает ее. Она, естественно, начинает понимать, что это не очень хорошо, стоит идти рядышком. Плюс еще то, что я являюсь вожаком, ей не стоит тянуть. Вот происходит вот такое преображение собаки. Буквально на глазах, то есть буквально на глазах. Вот, посмотрите, я сейчас еще раз покажу вам. За это время мы уже более-менее разучили команду ко мне. То есть он уже понимает, что когда он подходит ко мне, это будет вкусно, хорошо. Это самая вкусная команда на земле. Ланцер, иди ко мне. Иди, моя красавица. Иди, моя красавица. Я одеваю ринговочку. Ну, здесь даже дело не в самой ринговке. Смотрите, собака, она даже и не пытается куда-то бежать. А дело в том, что вот совокупность всех этих факторов, то, что вожак, плюс ринговочка. Ринговочка просто является как бы таким стимулятором к этому, ко всему, чтобы еще и к тому же не деться. Ну, и демонстрируем еще раз. Вот, она свободна вообще. Свободна. Он никуда не бежит. Не надо мне его подтягивать. Друзья мои, сейчас я вам расскажу еще о таком небольшом приеме, как несовместимое поведение. Как и как можно пользоваться этим приемом. Смотрите, вот, например, если ваша собака во время прогулки постоянно подбирает какие-то предметы, да, но она является мотивированной, положим на игрушку, вот на такую игрушку. Если дать ей игрушку в эту впасть, она будет идти, у нее будет пасть занятой игрушкой, да, то она, соответственно, не сможет поднимать всякую дрянь на улице, да, то есть вот это как раз является несовместимым. То есть для того, чтобы что-то подобрать, ей надо будет, значит, эту игрушку выполнить. Но вы же контролируете этот процесс, чтобы она несла постоянно хорошо, тем более она в этом заинтересована. Также можно мотивировать собаку на команду рядом, чтобы она не убегала куда-то вперед. Вот, например, заинтересована, опять же, у вас мячиком каким-то, то если будет у вас этот мячик в руках, то она не будет убегать вперед, потому что она, прежде всего, заинтересована в этом предмете. Ну, вот, ланцер у нас не знает, как таковую команду рядом без поводка, вы уже видели, несколько раз я показывал вам. Сейчас мы попробуем с ланцером походить рядышком вот с этим вот игрушком мячика. Давайте попробуем, самому интересно, что будет. Ланцер, рядом. Ланцер, рядом, 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 рядом. Ты дурной какой-то, да? Вот, молодец, хорошо, хорошо. Хорошо, рядом, рядом, рядом. Рядом, рядом. То есть, видите, собака заинтересована в этом предмете, и она от вас не убежит. То есть, она не будет ни тянуть вас, ни ничего не будет, потому что вот у вас находится этот мячик, который ей интересен. А еще раз я вам хочу повторить, что какой-то такой вот панацеи общий, фу, какой-то общий панацеи, ну, естественно, мы закрепляем это тем, чтобы поощряем. Молодец, хорошо. Какой-то общий панацеи, которая будет в устрезненном виде, таком для каждой собаки и подойдет, такого нету. Поэтому я еще раз призываю своих зрителей к творческому процессу, к процессу мышления, что повторяю в 25-й, в 30-й, в 40-й раз о том, что каждая собака уникальна, индивидуальна, и подход для каждой собаки нужен свой. Нету таких усредненных рецептов. Спасибо вам, друзья. Поэтому, друзья, заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Субтитры подогнал «Симон»